Универмаг купца Сухова. Здание, построенное в 1880 году, оживает с каждым днем. Посади большая проектная и противоаварийная работа. Сегодня уже восстановлена кровля вдоль Молотобольской. Также разобрана кровля со стороны социалистического. Для собственника здания это первый исторический объект. Напомним, несколько лет назад торговый дом продавали за 1 рубль, но при этом отдельно просили около 20 миллионов за землю. Евгению Лишину здание досталось за 7,5 миллионов. Вот только исторический памятник, еще и полуразрушенный, потребовал гораздо больше вложений. Разрушения были значительные, поэтому достаточно долго идет процесс восстановления. Потому что где-то просто кирпич разрушен, где-то у него раствор, который его связывает. Это вручную практически все разбирается и восстанавливается заново. Глаза боятся, руки делают. Но объект очень к душе, с большим удовольствием занимаюсь его восстановлением. В конце 90-х пожар уничтожил кровлю. Десятки лет здание стояло без крыши. Долгие годы не отапливалось. На первых этапах отсюда вывезли около 200 камазов мусора. Сегодня дом Сухова постепенно приобретает свой первоначальный вид. Сейчас рабочие чистят фасад от разных наслоений, краски, штукатурки. Этим занимаются каменщики, у которых уже есть опыт работы со старинными объектами. Напомним, что этому кирпичу уже больше 140 лет. Вы можете посмотреть, вот эта разноцветная часть, еще она осталась. А вот справа уже мы очистили стену. И сейчас ведутся работы по расшивке кирпича. То есть восстанавливается шовный такой элемент, который защищает и кирпич, и придает красоту этому зданию. Не останутся без внимания и знаменитые грифоны. У одного из них нужно устранить пробоину. Все работы по реставрации завершат к 2025 году. Уже известно, что на первом этаже вдоль Молотобольской расположится ресторан. В том, что дом будет притягивать жителей города, сомневаться не приходится. Ну, не столько подходят, спрашивают, сколько я слышал разговоры, да, что люди мимо идут, видят, какие происходят изменения. И в целом очень положительно об этом отзывается. Это как раз то нематериальное стимулирование, да, и приятно для души, когда люди ходят и говорят, ой, смотри, как вот тут вот это уже сделано, вот это сделано. Это очень приятно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.